Мы привыкли, что основными поставщиками IT-новинок являются страны Восточной Азии и Америка. А вот уникальный смартфон для слепых был изобретен, как-то не странно, в Индии. Необычное устройство разрабатывали в течение трех лет, а сейчас оно находится на стадии прототипа. Что известно о смартфоне? Информацию он выводит при помощи рельефно-точечного шрифта Брайля. Помимо звонков может читать тексты, отправлять сообщения, проверять почту. А вот название модели пока не сообщается. Это точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. Когда заходишь в живой журнал, первым делом проверяешь френд-ленту. Это такая страница, где появляются свежие записи тех, кого ты ранее добавил в друзья. Так вот, логично, что интересная френд-лента состоит из интересных блогеров. Но как их найти? Очевидно, чем блогер популярнее, тем выше его позиции во всевозможных рейтингах. В живом журнале есть свой внутренний рейтинг пользователей. Только блогеры меряются в нем не количеством читателей, а их поведением. Как давно и насколько активно они ведут свои блоги, комментируют ли другие аккаунты, а также множество других параметров, отличающих реальных людей от ботов. Чем лучше эти показатели, тем выше социальный капитал блогера. Но если с обитателями топ-вершины и так все ясно, а не всегда на виду и на слуху, то как же быть с теми, кто еще не успел громко о себе заявить? Для этого в LiveJournal есть свои инструменты, а вернее раздел «Новые лица ЖЖ» на главной странице. Здесь живой журнал знакомит своих читателей с новыми героями блог-платформы. Познакомимся и мы с некоторыми. Например, с путешественником Сергеем Бойко. Первый свой вояж практически через весь Узбекистан Сергей совершил в 2007 году. Азия так полюбилась ему, что на следующий год он отправился в Непал. Горы, необычная культура Непала так зачаровали Сергея, что и третья экспедиция была совершена в те же края. Журнал блогера, помимо живописных фотографий, содержит рассказы автора о путешествиях. Многое, о чем пишет Сергей, едва ли вы найдете где-то еще. Тем более по-русски и от первого лица. Тут и про закрытое государство «Мустанг», и про христиан-исмаэлитов, партизанскую войну в Тибете и свободный Кашмир, про строительство высокогорных дорог и про древние петроглифы. Дух порой захватывает. В жизни о себе Сергей не любит говорить. Хотя охотно расскажет не один десяток историй из многочисленных приключений. Одна такая история могла даже окончиться весьма трагически. В своем недавнем путешествии по горному Пакистану Сергей оказался в местной реанимации. Помогли друзья и местные жители. Еще один блог, который Лайф Журнал рекомендует к прочтению, блог ювелира Александра Рощина. Адрес в жж ринглин.lifejournal.com Этот человек занимается изготовлением совершенно удивительных и нестандартных украшений. Венцов, фибл, фантазийных кулонов, листьев из бронзы и кожи. Люди, желающие владеть такими вещами, или почитатели персонажей фильмов и книг, или участники ролевых игр живого действия. Иногда заказчики сами приносят эскизы и драгоценные камни для украшений, но чаще мастеру приходится самому продумывать дизайн своего творения. Для тех, кто хочет заказать копию подвески Арагона из фильма «Властелин колец», заколки для волос Дункана Маклаута из Горца, или кулона героини дневников вампира, он подберет металл и камень, нарисует и воплотит фантазию в реальность. Самые интересные его вещи — венцы, каждый из которых создан в единичном экземпляре. В России никто больше не делает подобных вещей. И еще одна рекомендация живого журнала блог-поэтессы Анастасии Шакировой. Адрес аккаунта — wolfox.lifejournal.com Ознакомившись с творчеством, тоже спешусь присоединиться к мнению интернет-сообщества. Кроме того, напомню, что этих и других авторов вы можете найти в разделе «Новые лица ЖЖ» на lifejournal.ru. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok